Начнется строительство национального музея. Сегодня глава республики, глава города ведут работу для того, чтобы этот объект был в центре города, а не где-то на окраинах. Финансирование мы определили в нашей программе. Сумма порядка больше миллиарда 100 миллионов рублей будет выделена только на медицинское оборудование, которое приедет в те медицинские учреждения по республике Бурятия. Дмитрий Анатольевич Медведев подписал постановление, которое распространяет действия электронных виз, которые сегодня действуют по Дальнему Востоку, и на аэропорт республики Бурятия. Что это дает? Иностранные туристы 18 стран могут по электронной визе в течение 30 дней находиться в республике Бурятия. У нас есть возможность в рамках нашей программы строить инфраструктуру. Это дороги, электричество, котельные, которые, если бы строил инвестор сам, наверное, могли бы проекты и не состояться. Это наша мера государственной поддержки. Такие территории опережающего развития будут создаваться и в республике Бурятия. Что такое для нее восточный гектар? Это территория земельных участков, которая предоставляется, а, бесплатно, и, б, в очень быстрые сроки. Средняя практика по Дальнему Востоку – это порядка до 45 дней, а лучшая практика – 27 дней. По мосту идет спроектирование, проектная документация практически готова. Входим сейчас в экспертизу и в этом году получаем экспертизу и уже с основным. В этом году планируем начать торговать, чтобы с следующего года предоставить работу. В Байкальскую гавань у нас зашло два инвестора, подписали соглашение в этом году. Это оба инвестора из Южной Кореи, у одного инвестиции не очень большие, порядка 170 миллионов рублей, у другого декларированные инвестиции около 4 миллиардов рублей, то есть это уже совсем другой уровень.